всем доброго времени суток вы на канале ну что свяжем я оля рада приветствовать новичков гостей на своем канале заходи не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео обязательно заглядывайте в плейлисты потому что узоров очень много они собраны для вашего удобства в такие небольшие коллекции в виде плейлистов узоры разные простые средние сложности сложные разноцветные для шаря для палантинов ажурные рельефные и так далее смотрите гуляйте листайте надеюсь видео вам понравится вы оставите свои лайки напишите комментарии обязательно подпишитесь на канал чтобы потерять его и нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда выйдет новое видео своим постоянным зрителям своим подписчикам подписчицам мастерам мастерицам отдельный привет слова благодарности вы моя большая группа поддержки спасибо вам большое за вдохновение за ваши идеи за ваши отзывы теплые комментарии спасибо огромное я к вам вот с такими ниточками да в закромах у меня много таких ниточек alize angora gold земли мы с ними уже несколько узорчиков до видели и эти ниточки скажем в первую очередь да сам производитель рекомендует ну вот шали палантином так мы сделаем мы сегодня с вами сделаем узорчик для очередной шальки интересная очень шалька вы уже много умеете много знаете и вашу копилочку и так новички кто не знает что это за ниточки в 100 граммах 500 метров состав 75 процентов акрил 20 процентов шерсть 5 процентов металлик вот ведь на поэтому так переливается металлик что он говорит поводу крючка говорит крючок берите а двоечки до четверочки да я беру свою троечку я строчкой работу мне в принципе устраивает и следить чтобы за не было поплотнее берете крючок поменьше если походить чтобы он была более воздушная рыхлая берет естественно крючок больше да то есть вот это единственное правило а так никто вас ни в чем-то скажем не ограничивает кому интересен цвет такой нежно нежно к это возможно даже персиковый летом бежево такой классный 404 смотрите если что и так очередная шалька давайте свяжем как всегда схемку я прикладываю сюда так схемка ходит в интернете автор я не нашла найду подпишу обязательно продублирую схемку также и в инстаграме в актуальном то есть заглядывать если что смотрите ссылка на instagram находится под видео в описании и так смотрите узорчик очень несложный но получается в итоге интересный новички кто еще не знает что-то ниточка смотрите видите она вот состоит из таких ниточек еще вот такая вот металлическая ниточка поэтому она не сильно пушистая но вяжите аккуратненько до чтобы когда лишнее не зацепить и какая особенность если ошибетесь да будете распутывать распутать можно это будет сложновато поэтому не торопитесь аккуратненько и так петелька фиксации есть его при наборе петелек не считаем а теперь давайте сделаем ну пусть будет 4 воздушные петельки да я понимаю что возможно должно быть тренд пусть будет 4 1 2 3 4 так и возвращаемся в первую петельку первую то есть не в петельку фиксация в 1 5 его косички вытягиваем ниточку аккуратненько и сразу же через петельку на крючке у нас получилось только малюсенько малюсенькое колечко если внимательно приглядеться да то вот центр колечко мы будем работать сейчас центром колечко и так делаем 3 петельки подъема 1 2 3 накид и теперь ныряем в колечко аккуратненько и в наше колечко провяжем сейчас три столбика с накидом 1 сюда же нырнули 2 столбик с накидом смотрим предыдущие видео если что да там показываю возможно медленнее в самых первых видео и так три столбика с накидом есть то есть 4 у нас получается 3 петельки подъема дальше 3 воздушные петли 1 2 3 и сюда же сюда же мы делаем еще три столбика с накидом 1 2 3 и после трех столбиков до по схеме конечно здесь на пина нарисованы три столбика я предлагаю провязать 4 столбика сейчас объясню почему смотрите потому что дальше у нас идут три петельки подъема 1 2 3 а потом по узорчик у нас должны быть 3 рельефных столбика с накидом и поэтому чтобы у нас ним не брать этот первый столбик так по узорчику мы начнем вот именно со 2 3 4 понятно но чем 4 столбика я решила провязать идем дальше 3 следующих рельефных столбика с накидом и тут я вам предлагаю провязать их лицевыми потому что не у нас будет чередоваться лицевые изнаночные лицевые изнаночные давайте первый ряд начнем с лицевых по схеме конечно там слабочу понятно но видно итак смотрите накид захватили следующий получается столбик вот таким вот образом что на столбик перед крючком вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки 2 петельки и 2 петельки вот это есть рельефный лицевой столбик с накидом следующий столбик точно также накид затем вытягиваем вот так вот наш крючок протягиваем что на столбик находится перед крючком вытягиваем ниточку привязываем по 2 петельки 2 петельки 2 петельки есть и с третьим столбиком точно также рельефный лицевой столбик с накидом есть далее делаем 3 воздушные петельки 1 2 3 и вот наша арочка которая была в предыдущем ряду из 3 воздушных петелек мы в неё ныряем и провязываем столбик без накида опять три воздушные петельки раз-два-три и следующие наши три столбика провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом опять захватываем столбик сзади наперед то есть получается столбик перед крючком вытягиваем ниточку и провязываем как обычный столбик 2 петельки 2 петельки накид точно также завели крючок вытянули ниточку 2 петельки 2 петельки и третий столбик точно также все вот у нас три рельефных лицевых столбика с накидом а заканчиваем ряд в третью петельку подъема которую мы провязывали предыдущем ряду и провязываем обычный столбик с накидом вот такая вот красота немножечко прибавляется уже объема видно идем дальше опять три петельки подъема 1 2 3 поворот а сейчас для того чтобы сохранить получается объем мы должны будем с этой стороны провязать наши вот эти три столбика рельефными изнаночными то есть да у нас здесь будет как бы соблюдаться лицевая изнаночная сторона и так рельефные изнаночные столбики с накидом здесь мы наоборот захватываем столбик таким образом что у нас получается столбик находится за крючком вытягиваем ниточку и провязан как обычно столбик с накидом 2 петельки 2 петельки второй столбик точно также столбик за крючком вытягиваем ниточку провязываем 2 петельки 2 петельки и третий столбик точно также есть вот наши столбики что делаем дальше 3 воздушные петли и вот у нас предыдущем ряду образовалась вот такие вот две арочки до из трех воздушных петелек 1 2 ныряем в первую провязываем столбик без накида 3 воздушные петли ныряем во вторую провязываем столбик без накида 3 воздушные петли и провязываем вот наши следующие три столбика крайне да точно также рельефными изнаночными столбиками с накидом столбик за получается крючком и провязываем как обычный столбик с накидом столбик за крючком и провязываем как обычный столбик с накидом накид столбик за крючком и провязывая как обычно столбик с накидом самый последний столбик а именно 3 петельки подъема берем встречу петельку прицепляемся и провязываем обычный столбик с накидом вот такая картина получается у нас на изнанке так сами когда вяжете вы увидите как интересно и красиво получается вот такая вот лицевая сторона то есть вот у нас такие вот боковиночки такие вот рельефные объемные получается а посередине вот такая сеточка так идем дальше для вашего удобства скажу что вот когда вы провязываете да уже три ряда вот так раз два три то есть мы будем формировать такой лепесточек четвертом ряду мы будем делать с вами как бы закрытие лепесточка то есть на будущее что это будет повторяться и так 3 петельки подъема раз-два-три поворот а вот теперь будьте внимательны на этом месте давайте для удобства возьмем так пальчиком держим дальше делаем опять 3 воздушные петельки раз-два-три возвращаемся вот к этой петельке который мы держим к 3 и присоединяем так у ценительной петелькой вот как пико да вы делаете нам этот момент этот элемент необходим будет для того чтобы сделать точно так же как мы делали в начале увидите самое главное 3 петельки подъема потом 3 петельки соединили так вот в пико и продолжаем дальше наше вязание вот эти вот три столбика которые у нас до рельефным в этом случае получать видите как они будут лицевые мы провязываем рельефными лицевыми но не полностью смотрите внимательно накид сделали ниточку протянули провязали 2 петельки стоп накид опять рельефный лицевой столбик столбик перед крючком будет 0 ниточку провязали 2 петельки стоп дальше накид и третий столбик точно также захватили вытянули ниточку провязали 2 петельки стоп и вот теперь когда у вас 4 петельки на крючке вы провязываете их вместе провязали зафиксировали видите то есть получается как бы лепесточек шел отсюда из центра и соединился понятно идем дальше дальше у нас три петельки воздушные 1 2 3 и вот наши арочки раз два три предыдущем ряду идем в первую арочку и провязываем столбик без накида есть три воздушные петельки идем во вторую арочку и провязываем столбик без накида есть три воздушные петельки идем в третью арочку и провязываем столбик без накида есть три воздушные петельки и вот здесь мы с вами провязываем точно так же как и в начале ряда то есть три рельефных лицевых столбика мы провязываем вместе и так накид 1 стоп накид также захватили наш столбик 2 стоп накид точно также захватили как рельефный лицевой столбик провязали стоп 4 петельки на крючке провязываем их вместе зафиксировали а вот теперь смотрите самый последний столбик самый последний столбик мы с вами должны будем вот эти три петельки подъема провязать обычным столбиком с накидом аккуратненько тихонечко присоединяйтесь и провязывайте обычный столбик с накидом все вот у нас начало конец нашего ряда одинаковые да то есть наш лепесточек а теперь нам необходимо с вами будет сделать 3 воздушные петельки 1 2 3 и присоединить их вот так вот как бы к основанию нашего столбика вот так вот две петельки захватываем видите вытягиваем ниточку и сразу же соединили вот наша пика с одной стороны пика и другой стороны пика разворачиваемся делаем получается так вот аккуратненько все развернули делаем 3 петельки подъема 1 2 3 а теперь внимательно смотрите вот это наше колечко которое мы сделали до пика аккуратненько в него ныряем ныряем в это колечко и провязываем 3 столбика с накидом в это колечко 1 столбик с накидом сюда же 2 столбик с накидом обычные столбики с накидом 3 столбик с накидом дальше 3 воздушные петельки 1 2 3 и сюда же опять три столбика с накидом 1 столбик с накидом 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом то есть мы с вами получается вот здесь вот формируем начало нашего вот это вот как бы основание до наши шальки мы делаем здесь будем делать все то же самое и так сделали три столбика вот и воздушные петельки 3 столбика дальше внимательно вот у нас внизу до образовались четыре арочки 1 2 3 4 в нижележащем до ряду так вот к первой арочки присоединяемся сразу же как только провязали столбик сразу же присоединяемся и провязываем столбик без накида понятно так вот зафиксировали наш этот верочек 3 воздушные петельки и следующую арочку делаем столбик без накида 3 воздушные петельки и следующую арочку делаем столбик без накида 3 воздушные петельки и следующую арочку делаем столбик без накида а теперь смотрите мы с вами должны повторить тот же самый верочек вот вода в конце нашего ряда мы будем ориентироваться вот на это пико и так накид нырнули вот в это колечко аккуратненько и делаем 3 столбика с накидом 1 сюда же 2 сюда же 3 есть далее 3 воздушные петли 1 2 3 и в это же колечко мы заканчиваем наш ряд и делаем 4 столбика с накидом 1 2 3 и 4 все то есть как мы начали наш ряд так мы и закончили наш ряда то есть мы будем дополнительно вот делать вот такие вот два еще по 2 лепесточка увидите сейчас и так продолжаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот смотрим внимательно на рисунок у нас здесь с вами получается мы делали рельефные лицевые столбики значит и здесь будем продолжать делать рельефные лицевые столбики и так накид следующие три столбика провязываем точно также рельефный лицевой полностью до 1 рельефный лицевой полностью 2 рельефный лицевой полностью 3 сейчас мы с вами делать будем вот точно такую же картину точно такую же сеточку да будем сделать здесь и так 3 воздушные петельки 1 2 3 ныряем в нашу арочку предыдущего ряда и провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки 1 2 3 и последующий три наши столбика мы провязываем точно также рельефными лицевыми столбиками с накидом 1 рельефный лицевой 2 рельефный лицевой и 3 рельефный лицевой эти мы повторяем все то же самое что и было на самом начале нашего уголочка а теперь точно так же как в предыдущем до ряду сразу же сразу же без воздушных петелек соединяемся в арочку вот у нас раз два три арочки мы соединяемся в первую столбиком без накида 3 воздушные петельки делаем следующую арочку делаем столбик без накида 3 воздушные петельки следующую арочку столбик без накида есть теперь точно также сразу же перепрыгиваем вот к нашему лепесточку и провязываем 3 рельефных лицевых столбика с накидом 1 2 и 3 то есть внимательно посмотрите то вот наша сеточка да она кого представляет собой ромбик то есть начале сеточка увеличилась теперь она нас уменьшается идем дальше 3 воздушные петельки 1 2 3 ныряем в арочку столбик без накида делаем 3 воздушные петельки и провязываем следующие три столбика рельефными лицевыми столбиками с накидом формируем еще один лепесточек раз два три и заканчиваем наш ряд в третью петельку подъема провяжем обычный столбик с накидом есть то сейчас мы будем формировать также наши два лепесточка и между ними будет такой вот ромбик из сеточки идем дальше опять 3 воздушные петельки подъема 1 2 3 поворот мы с вами договорились даже здесь будет получается изнаночная сторона значит вот эти в наши рельефные столбики здесь будут изнаночными накид и 3 столбика провязываем рельефными изнаночными то есть у нас столбик за крючком вытягиваем ниточку вытягиваем ниточку и провязываем столбик как обычный столбик следующий второй столбик точно также рельефный изнаночный и третий столбик точно также рельефный изнаночный далее делаем 3 воздушные петельки 1 2 3 и ныряем в нашу первую арочку делаем столбик без накида опять 3 воздушные петельки 1 2 3 ныряем во вторую арочку делаем столбик без накида и еще три воздушные петельки 1 2 3 и переходим к нашему лепесточку точно также провязываем 3 столбика провязываем их рельефными изнаночными столбиками то есть захватили столбик так чтобы у нас был столбик за крючком вытягиваем ниточку и провязываем 2 2 2 столбик точно также 2 2 и 3 столбик аккуратненько берем точно также 2 2 и опять вот наш лепесточек закончился да и даже нас тут уже две арочки то есть у нас уменьшается этот наш ромбик дает вот ромбик уменьшается поэтому мы сразу же сразу же присоединяемся в арочку без воздушных петелек сделали столбик без накида далее 3 воздушные петельки присоединяемся в следующую арочку столбиком без накида и сразу же переключаемся наши лепесточки сразу то сделаем 3 рельефных изнаночных столбика с накидом 1 23 а вот здесь получается у нас две арочки да здесь у нас ромбик будет расти поэтому мы здесь делаем 3 воздушные петельки после лепесточка дальше ныряем в арочку провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки ныряем следующую арочку столбик без накида и еще три воздушные петельки и здесь мы с провязываем 3 столбика рельефными изнаночными все этот ряд нас изнаночной мы их провязываем рельефными изнаночной 2 и 3 3 последний столбик мы беремся за третью петельку подъема и провязываем наш столбик с накидом обычный вот вот такая вот появляется красота эти вот она сеточка наш а здесь получается такие наши лепесточки 1 то начинается следующие лепесточки 2 и по бокам да вот идем дальше 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и вот смотрите мы здесь получается с вами провязали три ряда уже да вот он раз два три в четвертом ряду мы закрываем наш лепесточек точно также провязываем как и здесь да мы закрывали наш лепесточек поэтому для начала нам необходимо с вами будет сделать пико 1 2 3 возвращаемся вот к нашему третьим петельки которые я держала и провязываем соединительная петелька раз такой вот пиком следующие три столбика мы с вами провязываем рельефными лицевыми столбиками и провязываем их вместе накид захватили так что у нас столбик перед крючком вытянули ниточку провязали 2 петельки 1 стоп на следующем точно также столбиком сделали 2 стоп и со следующим столбиком также сделали 3 стоп и когда 4 петельки на крючке мы провязываем их вместе раз и зафиксировали все лепесточек закрыли и у нас получается все равно еще растет наши получается вот это вот сеточка поэтому мы с вами делаем здесь 3 воздушные петельки 1 2 3 в первую арочку ныряем столбик без накида 1 2 3 во вторую арочку ныряем столбик без накида 1 2 3 в третью арочку ныряем столбик без накида 1 2 3 и про заканчиваем на что лепесточек то есть три столбика провязываем рельефными лицевыми мы их провязываем не полностью а потом их все вместе провязываем за один раз 3 рельефный лицевой когда она на крючке 4 петельки провязали вместе раз и зафиксировали класс сеточка растет вот сеточка потом когда будет изделие чуть побольше сеточку будет видно очень хорошо все идем дальше смотрите здесь у нас вами получается осталось вот такая вот одна арочка до из воздушных петелек поэтому наша задача будет присоединиться к этой арочке смотрите как мы будем провязывать мы после лепесточка до нашего вот этого сразу же присоединяемся к арочке столбиком без накида а вот здесь делаем 3 воздушные петельки 1 2 3 и сюда же присоединяемся столбиком без накида надеюсь я правильно расшифровала схему но логично должно быть так все и сразу же переключаемся к следующему нашему лепесточку и провязываем 3 рельефных лицевых столбиков вместе 1 2 аккуратненько 3 провязали вместе зафиксировали а здесь у нас сеточка растет поэтому делаем 3 воздушные петельки 1 2 3 и присоединяемся в первую арочку столбиком без накида 1 2 3 присоединяемся во вторую арочку столбиком без накида 1 2 3 присоединяемся в третью арочку столбиком без накида и здесь получается раз у нас растет с вами до этого сеточка делаем 3 воздушные петельки перед тем как закончить лепесточек и так точно также рельефные лицевые столбики провязываем не полностью а потом их все вместе соединяем за один раз или лицевой все вместе провязали зафиксировали и последний столбик провязываем столбиком с накидом за третью петельку подъема вот таким вот образом вот такая получается красота положила вам для контраста да вот такой вот как бы листочек видите смотрите чтобы вы увидели получается у нас здесь с вами ромбик эти ромбик игру сейчас пальцем видите а здесь получается лепесточки чик-чик-чик-чик-чик-чик формирует ромбик понятно то сейчас получается у нас с вами мы должны будем сделать формировать точно так же здесь ромбик точно также будет здесь ромбик и здесь ромбик да понятно чтобы вы как бы видели что должно в итоге получится изнаночка вот такая вот изнаночка вот такая вот лицевая сторона продолжим дальше давайте продолжим на белом фоне будет видно вам четко так так как мы получается это стороны делали пико да то мы здесь получается сделаем аналогичное пико 1 2 3 и присоединимся к нашему столбику последнему с накидом присоединимся вот таким вот образом за петельки столбика 2 вытянем ниточку и сразу же ее провяжем за ниточку который находится на крючке все идем дальше 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и провязываем здесь точно также как мы провязывали в самом начале и в этом ряду ныряем в наше пико наше колечко провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 3 воздушные петельки 1 2 3 и точно также сюда же в это колечко еще таких же три столбика 1 2 3 так и как только мы сами начинаем получается делать новые лепесточки то наш ромбик получается уменьшается то есть мы сразу же присоединяемся без воздушных петелек нашей арочки и провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки следующая арочка столбик без накида 3 воздушные петельки следующая арочка столбик без накида 3 воздушные петельки следующая арочка столбик без накида а вот здесь внимательно видеть центральную стакала была петелька мы делали мы в нее провязываем точно так же еще три столбика с накидом 1 2 3 3 воздушные петельки 1 2 3 и сюда же провязываем еще три столбика с накидом 1 2 3 эти будем формировать еще один лепесточек точно такой же центральной как и здесь и сразу же до получается мы с вами должны будем присоединиться вот к этому к этой арочки потому что мы будем уменьшать нашу сеточку есть 3 воздушные петельки 1 2 3 дальше следующую арочку ныряем провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки следующую арочку ныряем провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки следующую арочку ныряем провязываем столбик без накида и потом сразу же сразу же вот в наш это пико в колечко провязываем 3 столбика с накидом 1 2 3 3 воздушные петельки 1 2 3 и сюда же ныряем и провязываем еще получается 3 столбика и 4 получается наш кабы кромочный до 1 2 3 4 понятно то есть вот это наша изнаночка если конечно вам понравится эта сторона больше выше что это будет лицевая только бы хозяин барин понятно или вот эта сторона какая вам больше нравится видите вот так посмотрим то сеточка у нас уходит вглубь до а рельефные столбики выходят наружу зато эта сторона с полосочками видите такие вот интересные полосочки получаются за счет рельефных изнаночных да тут надо нужно посмотреть каждому кому как интересно будет все смотрите видите мы еще один сформировали сами получается лепесточек вот как и здесь сформировали как и здесь сформировали то есть вы сейчас ваша задача повторяйте то же самое теперь все то же самое то здесь вы будете закрывать сеточку как вот вы здесь закрывали так а здесь будет наоборот расширять вот так вот делать а еще один ромбик будет здесь у вас ромбик будет и здесь у вас ромбик будет так давайте покажу еще раз немножечко и так как эти лепесточки провязывать вы уже знаете да 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и смотрим раз у нас здесь все были рельефные лицевые предыдущих рядах значит мы здесь чтобы ну чтоб не потеряться да как ориентир мы здесь провязываем лепесточек точно также рельефным лицевым столбиком с накидом помним до 3 ряда провязываем на четвертом ряду наши лепесток мы закрываем так третий рельефный лицевой столбик 3 воздушные петельки и начинаем формировать опять сеточку ромбик и сеточки ныряем арочку провязываем столбик без накида 3 воздушные петельки и провязываем 3 рельефных лицевых столбика с накидом 1 сюда же 2 и 3 вот наш лепесточек так как мы здесь ромбик с вами заканчиваем да то есть мы будем уменьшать то сразу же провязываем сразу же без воздушных петелек в арочку столбик без накида 3 воздушные петельки и в следующую арочку столбик без накида 3 воздушные петельки и следующую арочку столбик без накида и тут точно также опять сразу перескакиваем без воздушных петелек провязываем рельефные лицевые столбики с накидом 1 2 3 формируем сеточку 3 воздушные петельки нырнули в арочку сделали столбик без накида секундочку столбик без накида 3 воздушные петельки и следующий лепесточек провязываем рельефными лицевыми столбиками с накидом 1 следующий 2 следующий 3 и сразу же перескакиваем делаем сеточку 1 2 3 столбик без накида 1 2 3 столбик без накида и потом сразу же рельефный лицевой столбик с накидом давайте здесь лепесточки провяжите сами так а я вас встречу уже получается в следующем ряду договорились давайте и так смотрите я ряд закончила получается да и начала уже следующий ряд так провязала вот лепесточки провязала их рельефными изнаночными столбиками здесь у нас ромбик расширяется здесь покажу как мы опять сужаем то есть сразу же после столбика этого рельефного изнаночного мы присоединяемся к нашей арочки без воздушных петелек сразу же столбик раз 3 воздушные петельки и в следующую арочку опять столбик без накида 1 все и дальше опять начинаются рельефные изнаночные наши столбики и так далее так далее в общем принцип понятен я надеюсь что понятно сейчас у вас здесь закрывается до ромбики закрываются точно так же как и здесь и будет начинаться новые опять лепесточки понятно смотрите внимательно схемку давайте провязываем несколько рядочков я вам покажу что получается когда связать чуть побольше договорились смотрите провязала еще несколько рядочков меняю фон для того чтобы вам было как бы видно да прелесть узорчика теперь вот на черном фоне видите да вот эти ромбики вот они ромбики и сеточки получается а вот эти рельефные столбики как бы лепесточки таких цветочков эти цветочки такие но как по мне да и лицевая сторона так вот это вот изнаночная вот смотрите какая вам сторона нравится может быть вам эти полосочки нравится вы можете сделать ее лицевой стороны вот такая вот красота получается на камеру конечно не передается не цвет так скажем не прелесть узорчик она такая вот у вас будет красота несколько рядочков еще дальше провязать в объеме вообще будет шикарно ни у кого такого не будет будет только у вас но естественно когда вы будете заканчивать вы можете на любом уровне закончить да вы можете сделать обвязку смотрите у вас может быть краешек вот так вот и остаться захотите можете придумать вы можете придумать весь улички да можете из воздушных петелек из пико что-то придумать может просто бахром очку то есть на ваше усмотрение ниточка конечно классная камера да не передает так опять меняю картинку до фон видите немножечко по-другому выглядит ниточка видно как она блестит тот же самый видно объем вот такая вот красота у вас будет и так как непосредственно рассчитать сколько необходимо будет пряжи на данную шальку я вам оставлю в описании приблизительно да то есть вы обязательно должны создать свой образец в силу того что здесь нет как таковых рельеф объемных а элементе когда то есть там шишечки там бубочки и так далее возможно пряжи понадобится меньше чем на предыдущие шарики до заглядывать в плейлист смотрите предыдущие шарики очень необычная то есть я по крайней мере вот такую не видела узорчик когда увидела сказала надо поделиться с девчатами понятно а дальше уже непосредственно размер шарики вы определяете сами какая она у вас будет можно вас будет до колена может буду вас просто платочек до пряжу какую вы будете использовать тоже можете придумать сами то есть вы большие дизайнеры большие молодцы вот такой вот узорчик получается не затейливо простенько вяжется на самом деле легко когда поймете принцип до вот этого узорчика дальше уже идет по накатанный я надеюсь видео вам понравилось вы оставите свои лайки напишите комментарии обязательно подпишитесь кто еще этого не сделал будет впереди много нового интересного но естественно нажимайте на колокольчик так вы узнаете когда выйдет на канале новые видео и делитесь со своими друзьями подружками под видео находится стрелочка поделиться нажимаете на нее и делитесь в различных соц сетях заранее спасибо да то что поделитесь и спасибо что досмотрели видео до конца до новых видео всем пока пока